Доброе утро! 11.04 в Москве, в студии Финам.ФМ Олег Винокуров и Валерий Винокуров. И мы начинаем очередной выпуск программы прессинг. Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы Сергей Поддубный, заслуженный мастер спорта России по настольному теннису, участник, призер, победитель многих состязаний паралимпийских. Сергей, здравствуйте! Добрый день! Ну уж вы извините нас за то, что мы не будем сейчас все ваши титулы и регалии перечислять, потому что тогда просто нам больше не о чем будет говорить. Мы изучали вашу биографию, столько всего. Причем не только в настольном теннисе вы себя проявляли, как я уже изучил. Ну, если просто по ходу дела коснется, тогда, естественно, будем говорить. Ну и, как, возможно, поняли уже наши слушатели, мы решили, ну, так, развить тему, собственно, поднятую в прошлой программе, когда Дмитрий Носов у нас был в гостях. Мы говорили об олимпийском движении, о развитии олимпийского спорта, там, подготовке к Олимпиаде и так далее. Ну и поскольку все мы знаем, что сейчас вместе следует всегда во всех городах, проводящих игры, олимпийские игры, а за ними паралимпийские, то вот мы решили тоже так и построить нашу беседу. И сейчас поговорим про паралимпийский спорт. Ну и если отталкиваться от итогов Олимпиады в Лондоне, паралимпиады в Лондоне, там наши спортсмены выступили хорошо, заняли второе место в общекомандном зачете, завоевали 102 медали, как следует из темы нашей программы. Это второй показатель после Китая. Ну вот, Сергей, принято считать, естественно, что такие соревнования, как Олимпийские игры, они показывают, ну вот так, уровень развития спорта в стране в целом. Это, конечно, может быть не всегда, уж точно, но в целом таким является показателем. И вот мы знаем, что на Олимпиаде в Лондоне США, Китай, Великобритания даже обогнала Россию и так далее. Ну, в паралимпийских играх там было иначе, там Китай и Россия. Ну, значит что, это две страны, в которых лучше всего живется паралимпийцам? Ну, почти всегда, вот насколько я помню, и там Ванкуверские все, и зимние, и летние Олимпиады, почти всегда наши паралимпийцы выступают лучше, чем наши Олимпиады. Да, поэтому мы так сформулировали тему. Паралимпийцам на Руси жить хорошо. Не, ну вы знаете, надо сказать, что на самом деле, понимаете, вот вы правильно сказали, что результаты это уровень показания паралимпийского спорта, ну вообще, да, в каждой стране, которая там выступает. Но я хочу сказать, что вообще, ну изначально, что вот этот уровень, да, ну не уровень, а вот это, то, что Россия заняла второе место, это просто фантастика. То есть это показатель, я хочу сказать, не уровня сейчас на данный момент, а желание развиваться паралимпийскому спорту у нас в России. А уровень ниже, что ли? Ну, знаете, на самом деле у нас не так все хорошо, как хотелось бы, допустим. Ну, сложно сравнивать, допустим, уровень развития паралимпийского спорта, допустим, в развитых европейских странах, да, в той же Германии, в Италии, в Англии, в той же, понимаете. То есть там лучше, чем у нас? Там, я думаю, намного все лучше, намного все приспособлено, все те же самые спортзалы, то есть по видам спорта, там больше развиваются и игровые виды спорта. Тут же, допустим, баскетбол на колясках, регби на колясках, ну и так далее. А регби на колясках даже нет? Да, если вот сейчас, кстати, я как анод смогу, как реклама даже сказать, что завтра начинается чемпионат, первый чемпионат России по регби на колясках в городе Алексино Тульской области. Это будет вообще грандиозное такое событие, то есть после этого уже регби на колясках будет существовать как вид спорта у нас в России. Как-то трудно представить вообще. Но, понимаете, результат, конечно, вот я вам скажу так честно, прямо, что вот второе место на паралимпийских играх в Лондоне, это был результат неожиданный для всех. Конечно, все этого хотели, все к этому стремились, вот, но второе место, это просто, я не знаю, просто фантастика какая-то, потому что у нас практически половина видов спорта просто не было. А вообще не участвовали? Вообще, да, то есть наши спортсмены, или у нас в России этот вид спорта не развивается, или просто мы не попали, не прошли отбор. А там тоже есть паралимпийский отбор? Конечно, и причем очень сложно, и сейчас на данный момент, вот, это практически как у здоровых, то есть попасть просто на паралимпийские игры, это уже очень сложно. Но это, с другой стороны, хорошо, это значит, что очень много людей занимается. Ну, значит, конкуренция, значит, высокий уровень развития. Да, да, на данный момент конкуренция в паралимпийском спорте очень высокая. Если раньше говорили, что вот была такая тенденция, и раньше-то говорили, что вот, ну, паралимпийцы занимают призовые места, и поэтому они обходят здоровых, сейчас уже так говорить нельзя. Сейчас на самом деле очень серьезный подход везде, и в зарубежном спорте, и у нас. И результаты очень высокие, очень высокие. Я хочу сказать, даже вы, наверное, знаете, что многие паралимпийцы, ну, не многие, но я, по крайней мере, знаю двоих, которые выступают среди здоровых. Ну, Писториус вот, да? Это Писториус и девушка из Польши, она уже вторую Олимпиаду выступает среди здоровых и на паралимпиаде без руки. А в каком виде спорта? По настольному теннису. По настольному теннису, да. Среди ампутатов она выступает на паралимпийских играх. Да, и прошла отбор, представляете? То есть она прошла отбор среди здоровых, то есть она выступала, соревновалась, так же, как и Писториус. Это вот настольный теннис как раз вау. Да, там, где как раз я выступаю, поэтому я знаю, да. Понятно. Вот, и понимаете, очень, то есть вот, допустим, практически все спортсмены, паралимпийцы, вот, допустим, по настольному теннису, они выступают в соревнованиях среди здоровых в России. А, вот так? То есть, да, 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 на турнирах, на аппаратурах, там еще где-то. Ну, хорошо, ну, вот такое серьезное отношение, такие достижения серьезные, ну, это как-то приводит к улучшению жизни, скажем так. Ну, вот смотрите, для сравнения, то есть я был в Пекине на паралимпийских играх и в Лондоне, да, и я хочу сказать вот то, что было во время подготовки в Пекин, к Пекину, да, к Пекину, да, к паралимпийским играм в Пекине, отличается от подготовки игр вот в Лондону, да, к Лондону, как небо и земля, потому что намного стало лучше, стал намного более профессиональный подход, мы стали тренироваться и готовиться проходить сборы на базах, которые полностью адаптированы. Это вот база Валексина, Тульская область, потом Озеро Круглое, ну, еще там несколько баз, они практически полностью... Озеро Круглое, знаменитая база, и там есть уже все условия для паралимпийцев тоже, да? Да, 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 там созданы все условия полностью... Там же гимнастика, плавание, кажется, да? Фехтование... Все это в Круглом, да? То есть, да, то есть сейчас уже на данный момент в России есть несколько баз, которые полностью адаптированы для подготовки паралимпийцев, но этого, конечно, мало, но процесс идет, понимаете, нельзя сразу сделать, это очень сложно. И так хорошо, что я слышу от вас, уже приятно. Нет, на самом деле это так, на самом деле уже даже меняется, понимаете, меняется менталитет чиновников от физкультуры, понимаете, они начинают воспринимать спортинвалидов, это не просто как развлечение инвалидов, как фестиваль, а вот именно как серьезный спорт. Знаете, Сергей, просто вот в нашей журналистке с Олегом долгой уже жизни мы часто беседовали с вашими руководителями, если так можно сказать. Вот Павел Алексеевич Рожков, тоже наш очень... Лев Николаевич Селезнев. Да, вот Лев Николаевич Селезнев, мы с ними. Оба они приходили к нам часто вот в разные студии, и радио там, и телевизионные, и мы, поэтому мы на протяжении многих лет видели, как это с трудом, но развивалось. Ну, Женя, я не знаю, сколько лет, лет 15, да, мы уже вот с этим смотрели? Конечно, да. Даже больше. И всегда речь шла раньше о трудностях, поэтому очень приятно было сейчас от вас услышать о том, что уже такой прогресс. Потому что Лев Николаевич, предположим, или Павел Алексеевич, нам рассказывали, что нет баз, там нет, не подготовлено для паралимпийцев. Ну, необходимые вещи, которые облегчают, что ли, возможность тренироваться и жить просто. Не, ну, давайте говорить так прямо, да, трудностей и сейчас хватает. Их и будет, трудности будут всегда, понимаете? Нужно стремиться, чтобы их было меньше, правильно? Вот. Не так все хорошо у нас, не так все хорошо, но процесс идет. Самое главное, что процесс идет. И он идет достаточно быстро, понимаете? Достаточно быстро. Я думаю, уже к паралимпийским играм в Бразилии, в Рио-де-Жанейро, я думаю, будет еще лучше. По крайней мере, базы строятся. Сейчас прошел процесс, что начали готовить, что вот не было, допустим, в Пекине, даже разговор был, но очень мало. Начали готовить тренеров, специалистов по адаптивной физкультуре. То есть практически в каждом регионе сейчас начали организовываться школы или центры паралимпийского спорта. Ну что ж, очень-очень приятно это слышать. Впереди у нас еще три четверти нашей программы, так что наверняка еще много позитивного и интересного от вас услышим. Ну, я напоминаю нашим слушателям, что вы можете, естественно, в нашем разговоре с Сергеем Поддубным тоже участвовать. Телефон прямого эфира 495, это код Москвы. Собственно, телефон 651099,6. Ну и еще вопросы задавать, высказывать свои соображения можно через сайт финам.фм. Мы продолжим после новостей. Итак, продолжается программа прессинг. По-прежнему в студии финам.фм Олег Винокуров. И Валерий Винокуров. И наш гость Сергей Поддубный, депутат Госдумы, заслуженный мастер спорта по настольному теннису. А у нас еще есть звонок. Поэтому со звонка мы, естественно, и начнем. Позвонил нам Борис Потапович, наш постоянный уже и самый активный слушатель. Здравствуйте, Борис Потапович. Добрый день. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Рад за ведущих, что они приглашают таких уникальных гостей. Рад за Сергея, что он осуществляет такую нужную, полезную, благую деятельность. Спасибо. Моя юность пришлась как раз на бум настольного тенниса. А это где-то с конца 50-х годов. На большой спортивной арене, в сквере, перед большой спортивной ареной выставляли десятки столиков. К ним выстраивалось очередь. Играли на вылет. Здорово. Победивший три раза подряд освобождал свое место. Да. Вот. У меня вопрос к Сергею, когда он начал заниматься настольным теннисом. Первый вопрос. Второй вопрос. Это большое спасибо нашим паралимпийцам, мастерам настольного тенниса за ваши медали на последней олимпиаде. Ну, у меня вопрос по градации. Там вот сказано класс 6, класс какой-то еще. В общем, хотелось бы, чтобы вы Сергея разъяснили. Я понял, я понял. Спасибо. Спасибо за вопрос. Первый вопрос. Я, будучи здоровым, до травм еще, я занимался хоккей с мячом и футболом. Достаточно профессионально. Ну, в настольный теннис играл, но это было, ну, как, просто как любитель. В принципе, я знал, правило, вот играл вот так же вот на улицах, в парках, везде. То есть, когда в институте учился, в парке играл в Кемерово. Там всегда у нас были. А в каком институте просто? Я учился в политехническом институте на горном факультете. На шахтера. На горном факультете. Да. Ну, в то время, да и сейчас. У нас это... Кемерово, ну, конечно. Ну, конечно. Да, шахтерские регионы, поэтому даже там не было мыслей каких-нибудь куда-нибудь идти, то есть все, скажем так, ну, здоровые мужики шли пока туда. Вот. Это потом уже началось там. И вы играли при этом в футбол и в хоккей с мячом. Ну, зимой. Кемерово, кстати, в хоккей с мячом очень тоже играли. Да, 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 да. Ну, я вообще вырос в городе Осенники. Жил и сейчас живу, в принципе, в городе Осенники, Кемеровская область. Вот. И поэтому, вот, профессионально, скажем так, то есть я, получив травму, начал уже... Ну, потому что, как я всю жизнь занимался спортом, все детство, вот, занимался спортом и уже после травмы как-то, вот, понимаете, то есть организму требуется. И не только даже организму, и чисто вот психологически. Если человек спортсмен в душе, я думаю, ему это просто необходимо, понимаете? Сергей, на одну секунду я вас только перебью. Потому что, когда я радовался, что ваша фамилия Поддубный, что Иван Поддубный это символ, то вы сказали, что у вас в семье и борьбой занимались, да, кто-то? Ну, у меня отец занимался лыжами и легкой атлетикой, а борьбой я просто вырос в той среде, то есть вокруг меня было очень много борцов, вольников. У нас вольная борьба в Осенниках очень сильно развита. У меня брат родной занимался борьбой достаточно серьезно. Вот, ну вот опять же, я вернусь. Да, возвращаемся к вопросу. Да, да, да. Вот, а получив травму, я начал пробовать разные виды спорта. То есть я плавал достаточно хорошо, в легкой атлетике участвовал, даже штангу поднимал. Ну, штанга это, понимаете, просто даже как ОФП. Вот, но остановился на настольном теннисе, потому что, в принципе, это игровой вид спорта. А я, наверное, как в душе, как игровик, понимаете? Потому что человек занимался и футболом, да, хоккей. То есть все равно тянет в такие вот игровые виды спорта. Вот, и попробовал, в принципе, я понял, что это реально. То есть я начал играть со здоровыми, достаточно успешно. Вот, и уже начал в 99-м году, я начал, скажем так, заниматься профессионально. То есть в 99-м году я первый раз поехал на чемпионат России в Орле. И занял сразу четвертое место. Вам уже было больше 30 лет. Да, да, да. Занял сразу четвертое место и попал в сборную России. И вот с тех пор, то есть в этом же году на чемпионат Европы первый раз поехал. И вот с тех пор у меня началась карьера в настольном теннисе, который до сих пор продолжается. Я надеюсь, еще продолжится, если здоровье позволит, скажем так. А вот Борис Потапович еще спрашивал про какие-то классы. Вот сейчас я перейду. Вот смотрите, классы, то есть инвалиды все разные. И поэтому нужно как-то приравнять человека, допустим, на коляске, к ходячим, то есть разделить. Даже люди на колясках имеют разную степень поражения. И поэтому ввели, то есть в международной классификации 10 классов. С 1 по 5 классы это спортсмены, которые сидят в коляске, играют в коляске. С 6 по 10 играют стоя. Вот, 1 класс это самое сильное поражение у колясочников. 5 класс они более самые здоровые, скажем, самые сильные по здоровью. Не по классу игра, а по здоровью. Но опять же, если это сильные по здоровью, то опять же ты играешь намного сильнее, правильно? Ну да. Вот, у ходячих точно так же. То есть 10 класс это самые сильные. То есть это, допустим, поражение неигровой руки. Какое-то или отсутствие, или там что-то там с мышцами или еще что-то. 6 класс это самые тяжелые. То есть там уже спортсмены с нарушением функции баланса. То есть они даже без опоры стоять не могут. Ну с палочкой там или еще что-то. С кострелем там, да? С кострелем, да, да, да. То есть это стоят с потерей баланса. Если не скромно спросить, а у вас какой класс? У меня второй класс. То есть у меня еще руки поражены после травмы, поэтому у меня второй класс. В моем классе практически все ракетку еще привязывают, чтобы она не выскочила. А вы? А я не привязываю, но к этому надо уже, наверное, прийти. Но это сложный процесс тренировочный. Но у меня бывали случаи, что ракетка выскакивала. Даже был такой случай смешной. Ну достаточно. Он не то, что смешной, но просто было даже страшно. Когда я играл с китайцем, у меня во время удара вылетела ракетка. И пролетела буквально в сантиметре от головы, даже волос задела. Вашей или его? Его. Моя ракетка, да. Это было на международном турнире на рейтинговом. У него так расширились глаза. Но я, наверное, напугался еще больше, чем он. Потому что, представляете, это же страшно. Потому что ракетка попала по голове, там могла бы быть и травма. Вот. То есть у нас тоже настольный теннис, тоже опасный вид спорта. Всякий байк. И значит, во всех этих десяти классах проводятся соревнования на паралимпиадах, предположим. Отдельно по классам. Для каждого класса. Отдельно по классам. То есть вы играете со вторым классом. Кто-то с первым, кто-то с третьим. В каждом классе победители и командные перерывы. Здесь, конечно, есть... Может быть, и не хочется так говорить про паралимпийцев. Но, с другой стороны, спорт — это же такое дело. Здесь все средства хороши. Часто здесь можно сразу предположить, ну, знаете, стремление кого-то там более здорово перейти в класс пониже, чтобы там... Да, есть такое. Да, такое есть, да. А вот ваши руководители даже нам рассказывали, что даже уже до допинга вообще дошло дело. Что и паралимпийцы допинг там принимают, и борьба с этим не делали. Да это не дошло. Это было, наверное, всегда. Ну, наверное. А, собственно, ну, люди вся демокры... А сейчас тем более. Потому что я еще раз говорю, что спорт, паралимпийский спорт, он точно такой же. Он на данный момент практически ничем не отличается от спорта здоровых. Это тоже самые профессиональные, те же самые профессиональные тренировки, медикаменты, витамины, инвентарь. Все то же самое, понимаете? Ну, и такое же, значит, требование, стремление к результату. Конечно. Ну, и что, вот надо действительно вот так отчитывать. Вот, кстати, вы входите в комитет по спорту в Госдуме, да? А вот в этот совет при президенте вы не входите, вот который там две недели назад заседал, собственно, мы с Дмитрием Носовым неделю назад, ну, от этого и отталкивались. Ну, он еще не создан, я так понимаю. То есть данная задача, чтобы создать какой-то комитет при президенте по развитию адаптивного и паралимпийского спорта. Нет, совет по спорту вообще. Вот который две недели назад заседал, когда вот Владимир Владимирович Путин тогда, ну, критически высказался. А, да, 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 я это по телевизору видел, да. А, ну, паралимпийцы туда не входят, да? Это совет по спорту, а паралимпийский будет отдельно, что ли, да? Вот я пока, я вот этого не знаю. Вопрос в чем? В принципе, он должен входить, это тоже спорт. Какая разница? Ну, просто вот все знаем, да, и вы смотрели в новостях, и мы тоже слышали, и на Финам ФМ эта новость звучала, что вот президент провел там совещание этого совета, обсуждали там подготовку, высказался критически и так далее, и так далее. Речь про паралимпийцев там не шла, там только говорили про Олимпиаду. Вообще, итоги паралимпийских игр, подготовка к паралимпийским играм где-то обсуждается на государственном уровне, там, в Думе? Обсуждается, конечно, обсуждается. Вот сейчас, допустим, уже, я хочу сказать, что вот в паралимпийском комитете вчера было собрание старших тренеров, и они должны были предоставить уже план развития, план подготовки вот этого паралимпийского цикла к Рио-де-Жанейро. А к Сочи же сперва еще зимние должны? К Сочи зимние. А, это отдельные? Летние виды спорта к Сочи никак не относятся, правильно? Ну, там разделение, да? Да, конечно, так же, как у здоровых. Вот, и поэтому сейчас летние виды спорта, они уже должны сейчас предоставить свое видение, свой проект подготовки уже сейчас, начинать готовиться, потому что это же серьезно все. Ну, естественно. Ну, вот. А Сочи, а зимние, они уже должны выходить уже практически на финишную прямую, потому что осталось там практически... Ну, это больше года, да. Да, практически год осталось. Комитет же единый? Комитет единый, да, комитет единый. Понятно, и там в нем разделение уже внутри, там, да? Ну, есть, у нас есть. Зимние виды летние, да? Нет, ну, почему? В смысле, какой комитет? Про какой комитет вы говорите? Вот, паралимпийский комитет. Паралимпийский комитет, он один, да. Один. Ну, просто есть зимние виды спорта, есть летние виды спорта. Соответственно, зимние виды спорта готовятся в Сочи, а летние уже сейчас начинают готовиться к Рио-де-Жанейро. Вот. Ну, значит, итоги, итоги выступления российских паралимпийцев, они, естественно, подводились. Был признан выступление успешным наверняка, да? Да, не то, что успешным. Очень успешным. Выдающимся. Выдающимся, на самом деле, выдающимся. Потому что у здоровых-то как раз этот совет признал неудачным. Ну, я так тоже не хочу сказать, что неудачным. Это спорт, понимаете? Ну, так сказал Владимир Владимирович. Ну, я понимаю. Ну, как спортсмен я хочу сказать, что, в принципе, наши выступили довольно-таки нормально, хорошо. Ну, как? Не то, что хорошо, нормально. Не было такого права. В пределах нормы последних лет. Правала не было. Они выступили лучше, чем на предыдущих играх. Да. Больше медалей. Но место заняли ниже. Ну, там просто, потому что англичане, естественно, реданцы, взрите. Ну, ладно, это мы, естественно, еще будем обсуждать. Сейчас мы прервемся на новости. Но перед этим, я напомню, телефон прямого эфира нашего 495. Это код Москвы 651099,6. Это наш телефон. Ну, и через сайт finam.fm тоже можно задавать нам вопросы, высказывать свои какие-то соображения, делиться мыслями. Ну, в общем, продолжим через минутку. Продолжается программа прессинг на finam.fm. По-прежнему в студии Олег Винокуров. И Валерий Винокуров. И наш гость Сергей Поддубный, заслуженный мастер спорта по настольному теннису. Участник многих паралимпийских состязаний. Участник, призер и победитель. Естественно, и депутат Госдумы. Мы много говорили каких-то хороших, позитивных вещей. Я для себя, например, многое открыл про состояние паралимпийского спорта в России, которое оказалось лучше, видимо, чем я ожидал. Но, наверное, без проблем-то не обойтись, Сергей. Если мы сейчас начнем говорить, например, про такую тему, как финансирование. Давайте, давайте поговорим. Тут выяснится, что на самом деле все не так уж хорошо. Не так уж хорошо. На самом деле все не так уж хорошо. И, понимаете, вот здесь, вот в этой области как раз очень большая проблема. То есть на данный момент паралимпийцы получают деньги, зарплату, премии или еще что-то, очень сильно отличающиеся от спортсменов, от спорта здоровых. То есть здоровые спортсмены... Очень сильно, да, много раз. Причем я подозраю, в какую сторону. Да, получают намного меньше. То есть я вот даже хочу привести пример вот из жизни. То есть вот у нас вот на Паралимпиаде сейчас выступал парень из Саратова по настольному теннису. Вот. Он получал 6 тысяч. 6 тысяч? Месяц. 6 тысяч рублей. 6 тысяч рублей, да. 6 тысяч рублей в месяц. Представляете, то есть человек в сборной России выступает на Паралимпиаде. Он призер чемпионата Европы. Вот. Участник чемпионата мира. Здесь он, то есть ему нужно было готовиться. У него семья, маленький ребенок. Работать, работать во время подготовки он не может, потому что это занимает все время. Ну естественно тренировки бесконечные. Потому что паралимпийские игры это очень серьезно. И что подготовиться, речи о работе не идет. То есть нужно только готовиться, готовиться, готовиться. Ты хочешь добиться результата. Вот. И при этом, при всем, он получал стипендию у себя в регионе. 6 тысяч. И все. Ну все-таки, ну тренировки. Он не на эти 6 тысяч налаживал свой тренировочный процесс. Ну он же где-то был на сборах. Или как его там кормили. Нет, сборы понятно. Сборы это понятно. Или вообще просто вот тебе 6 тысяч и готовься как хочешь к Олимпиаде. Нет, нет. Почему? У нас так же проводятся тренировочные сборы. Но они же не все время. Они периодически понимают. Ну 6 тысяч, наверное, семье оставлял. Потому что, как же вообще? И на эти 7 тысяч нужно было опять же и одеться ему, и покушать там. То есть сборы же не постоянно. У нас сборы проходят перед соревнованиями, ну пусть даже, ну, две недели. Две недели, не больше. То есть в течение года у нас было три тренировочных сбора. А все остальное время все готовились у себя на местах. По месту жительства. Сергей, я все-таки не понимаю. Но ведь он же... В каком классе, вы не скажете? Он играл в 6 классе, самым слабым. По здоровью. Самым тяжелым по здоровью, да. Ну а как же такая... Это же... Ну как же? Это совсем не... Это же даже меньше пенсии, ну как бы... Инвалидной. Или я просто не понимаю. Как так может быть? Нет, пенсию он получал. Пенсию он получает. Про пенсию тут речи нет. То есть пенсию он получает. Но пенсия опять же, сколько у него там... Вторая группа, скорее всего. Там тысячи семьи опять же. Пенсионеров тоже не назовешь обеспеченной категорией у нас. Вот. Ну и понимаете, это вот один пример такой прям выдающийся. Понимаете? Вопиющий. Вопиющий, да. Опять же... Опять же, у нас в этом году получилось... Ну не в этом году, а в предолимпийском. Ну опять же. Вот. Практически у нас никто вот из паралимпийской сборной по настольному теннису никто не получал президентскую стипендию почему-то. Понимаете? В настольном теннисе? В настольном теннисе. А какие-то другие виды спорта есть, да? Да. Ну там по результатам, понимаете? То есть у нас сейчас почему-то на данный момент сделали критерии другие. То есть нужно было, чтобы получать президентскую стипендию, нужно быть победителем. Не призером, допустим, чемпионата Европы, который по итогам турнира, который был в прошедшем году официальным. Не победителем, в смысле не призером, как было раньше, а победителем, понимаете? А готовиться-то нужно всем. Готовиться совершенно одинаково. Ты дошел до финала. Совершенно одинаково, да. Ты выдающим все образом подготовился, ты проиграл последний матч, и все, и до свидания. Да, да, да. И причем у нас реально были такие вещи, что, допустим, я знаю, что зарубежные спортсмены, они выступали на чемпионате Европы не в полную силу, потому что там различные такие моменты были, то есть они не показывали все свои наработки, все свои такие... А, чтобы скрывались от конкурентов. Да, на самом деле, у нас, допустим, французы, вот такой пример. Я вот специально приехал на чемпионат Франции, на открытый чемпионат Франции, чтобы поиграть с французами перед... А их просто не было, они не приехали на этот чемпионат. На свой чемпионат они не приехали. Да, но вот опять же по финансам. То есть есть, конечно, у нас еще есть такая вещь, то есть есть ставят спортсменов на ставку при ЦСП, то есть при Центре подготовки в Москве, но опять же не всех, понимаете? И опять же, то есть вот если взять в среднем, если взять в среднем, да, то есть вот это, конечно, деньги, они катастрофически не хватают для спортсменов. То есть жить на эти деньги... Есть, конечно, спортсмены выдающиеся, которые показывают очень высокий результат, но их, согласитесь, это какое-то ограниченное количество. Вот, но чтобы расширять, вот именно у нас популяризировать паралимпийский спорт, нужно... Человек должен понимать, что если он будет заниматься спортом, он не будет нищенствовать. Это одно. А во второе, что денег реально не хватает на экипировку, на инвентарь. То есть людям приходится покупать самим, понимаете? А вот тот вот Саратовец, я просто как-то уж очень задело меня. Он ведь ваш непосредственный соперник. Вы вместе выступали, да? Он не соперник мой, он мой... Нет, он по другому классу. А, по другому классу. А, вот это я... Он по другому классу, да. Извините, я не понял. Да, по другому классу. По другому классу. Ну, в вашем виде, значит. И как он выступил, не знаете? Не, я знаю, как он не... Ну, там, да, то есть паралимпийские игры, так же, как олимпийские, это такое спортивное мероприятие, понимаете? Единение, да? Единение, где все виды спорта вместе. И поэтому мы, отыграв свой, свое соревнование, свой вид, мы идем болеть, понимаете? И даже не за теннис, за всех там. Ну, как он выступил? Он выступил, он занял пятое место. Но он проиграл, получилось так, что он в сетке попал. На будущего чемпиона, который выиграл всех. И получилось так, что он нагло оказался сильнее всех. Он попал на него в четвертьфинале, понимаете? Ну, и что теперь, на что может человек рассчитывать? Все, ты не чемпион, ты даже вообще не призер. И что теперь? Все про него забыли? Все, да. Ой, елки. Нет, ну это, конечно, мы будем сейчас работать над этим. Мы будем стремиться, чтобы он получал какую-то стипендию, чтобы его поставили на ставку в ЦСП. Вот. Но это, опять же, будет сложно, понимаете? А скажите, вот там вот, ну, мы знаем, что в настольном теннисе, вот, у здоровых там китайцы вообще непобедимы. Все, вы игры делали. А здесь в вашем, в ваших видах. Китайцы очень сильные. Китайцы, корейцы очень сильные. В настольном теннисе. Да, вот у нас... И вы их побеждаете все-таки, да, вот в своем классе? Ну, вот я проиграл корейцу. Вот на Олимпиаде сейчас я корейцу проиграл. В финале или где? Полуфинале. В полуфинале. Полуфинале проиграл корейцу. Вот. Но вот в 10-м году я играл, то есть был чемпионат мира в Корее. Вот. Я там занял первое место, я выиграл у корейца. Я занял первое, а второе, третье были корейцы. Понятно. Вот. То есть корейцы, китайцы очень сильные у нас. Мне просто жалко этого Саратовца, прям вот я не знаю. Ну, слушай, так коснись, это просто Сергей сейчас про одного рассказал. Я про одного рассказал, про одного. А видов спорта очень много, очень много. И у нас еще такая тенденция, понимаете, то есть те виды спорта, которые металлоемкие, которые показывают результаты, плавание, легкая атлетика, лыжи, опять же. Очень много видов. А там стрельба, там фехтование, более-менее нормально все. А есть виды спорта, где результаты еще не доросли до такого. То есть это, понимаете, нельзя сразу. То есть человек должен, чтобы достичь какого-то результата, он должен долгое время тренироваться, нарабатывать опыт, практику, там все. Технику. Ну, тоже регби, который только начинается. Вот. Есть баскетбол на колясках, понимаете. То есть туда тоже вкладывается очень мало денег. А это вид спорта игровой. И, скажем так, он требует более серьезных финансовых вложений. Пример, допустим, слэдж-хоккей. Я вот пользуюсь случаем, хочу поздравить наших слэдж-хоккеистов, которые выиграли чемпионат мира в группе B. И сейчас они будут уже на следующий год участвовать в официальных турнирах в чемпионате мира уже в группе A. А группа A это сильнейшая группа. А какой хоккей? Слэдж-хоккей. Ну, слэдж-хоккей. Слэдж-хоккей это на колясках играют. А, понятно. Специальные попытки такие. Да, да, да. А, понятно. Вот. Это очень важно для них было, потому что они попадают на сну в Сочи. То есть они будут выступать в Сочи как хозяева. Но очень важно было, чтобы они во время подготовки играли с командами, которые будут сильнейшие. И для них это очень, скажем так, ну, я просто их поздравляю искренне. Конечно, большой шаг вперед. При том, при всем, что те команды, с кем они там будут играть, которые в лидерах, у них вот этот слэдж-хоккей уже несколько десятков лет. Они тренируются уже несколько вообще годами. Это уже у них своя школа. А у нас слэдж-хоккей это новый вид спорта. И вот буквально за два года, ну, за три, он так шагнул вперед, что просто тоже фантастика какая-то. Это же еще и дорого очень, да? Это очень дорого. Очень дорого. Потому что слэдж-хоккей практически ничем не отличается от хоккея здорового. То есть команда должна жить практически всегда на сборах, тренироваться. Ну, это точно такая же жизнь, понимаете? Питаться хорошо, естественно. Питаться хорошо, медикаменты. Все то же самое. Оборудование, тренировки. И даже оказаться и дороже, чем... Экипировка может оказаться вообще дороже. Ну, не дороже, но тоже очень дорого. Тоже очень дорого. Ну, и, естественно, со льдом тут же проблема, потому что у нас, ясно, в стране катков на всех не хватает. Да, да, да. А тут то же самое, надо его арендовать. Ну, у нас опять получается, представляете, на всю страну у нас четыре команды. Понятно. Четыре команды, на всю страну четыре команды. Если взять, допустим, страны европейские или там ту же Канаду, Америку, да, вот, там проводят турниры, чемпионаты. Там есть хоккеисты, которые по контракту работают, понимаете? Так же, как, точно так же, как и здоровые контракты, по большому счету доходят такого же уровня. Такого же уровня. В смысле, оплата, заплата, да? Оплата, да. То есть гонорар, вот этот контракт очень большой. Миллионы долларов. Да, 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 нет, зря вы так. Нет, просто дело в том, что, ну, там тоже не все получают, в профессиональном хокке, не все получают миллионы долларов. Мы же не по овечке, ну, там, с Ковальчуком судим. Да, 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 лидеры. И вот я разговаривал даже вот по баскетболу вчера. Вот, то есть у нас уже сейчас в России есть баскетболист на коляске, который выступает за итальянский клуб. О! По контракту, да. Легионер. Да, легионер, наш российский легионер, да. Потому что у них проходит чемпионат, значит, баскетбольный бой. И они приглашают иностранцев. Там клубный чемпионат, там много очень команд. Я точно не могу сказать, что я потому что ошиблюсь. Потому что у нас чемпионат России тоже 4-5 команд, по-моему. Еще разбросанные, небось, по всей стране. Еще, ну, затраты на переезд там и прочее. Да, представляете, команде, допустим, по баскетболу на колясках приехать из Владивостока в Москву. Это грандиозные деньги. И не говоря уже о том, об экипировке, там, о тех же колясках вообще. И, но, опять же, чтобы наши баскетболисты вышли на какой-то уровень игры, то есть, допустим, на высокий, да, чтобы участвовать в паралимпийских играх, нужно обязательно, чтобы эта команда, наша сборная России, да, участвовала в международных турнирах. Обязательно. Выезжать на них сумма. И не один, и не один-два турнира, а там, ну, 5-6. А это тоже, естественно, сумасшедшие деньги, финансирование, выезжать за границу. А это очень большие деньги. Все, опять же, упирается в финансы. Ну, из этого никуда. Конечно, сейчас привлекаются спонсоры. Вот, допустим, у Слэш-Хоккей, я знаю, есть спонсор Мегафон, который поддерживает очень хорошо их, очень хорошо. Хотелось бы, конечно, чтобы вот эти все компании, которые, ну, могут реально поддерживать, они бы не гнушались и паралимпийским спортом, поддерживали. Вот, и самое главное, поддерживали не, я считаю, что вот эти, ну, давайте я потом договорю, да? Да. Ну, давайте, да, сейчас мы прервемся на новости, но впереди еще несколько минут эфира. Ну, что же, вступает в завершающую стадию, так сказать, наша программа прессинг, по-прежнему в студии Финам.ФМ Олег Винокуров. И Валерий Винокуров. А также наш гость Сергей Поддубный, депутат Госдумы, заслуженный мастер спорта по настольному теннису, участник, победитель и призер многих паралимпийских состязаний. Ну, мы вас как-то так на полусловие прервали. Давайте я продолжу мысль, пока она у меня не ушла. Хотелось бы, конечно, понимаете, чтобы вот финансирование было не только тех спортсменов, которые показывают высшие, то есть самые-самые высшие результаты, которые зарабатывают медали. Потому что у них, по большому счету, в принципе, уже и так все налажено, и так все хорошо. Но есть виды спорта, которые только начинают развиваться. Вот. И вот именно им необходимо дополнительное финансирование. Дополнительное финансирование больше даже необходимо для поездок на турниры. Не так даже для экипировки, для инвентаря, потому что паралимпийский комитет худо-бедно, но он это все сейчас выполняет. Выполняет. То есть сейчас достаточно денег выделяется на это все. Но вот денег на поездки на турниры, на международные, где реально спортсмены нарабатывают себе опыт, который необходим просто. Его у нас в стране просто негде взять. Просто нет. Ну, в спорте же вообще не бывает постоянного. Сегодня ты выиграл золотую медаль, а завтра ты выбыл в четвертьфинале. Ну, да, да, да. А потом ты снова подготовился, и там ты выиграл бронзовую медаль. Но это же спорт. Ты же не можешь постоянно быть на одном месте. И вот хотелось бы, конечно, чтобы вот эти вот фирмы, которые финансируют, которые спонсируют, конечно, чтобы они не забывали. То есть паралимпийские виды спорта, их много. Он очень многогранен. То есть сейчас начал развиваться у нас и гребля на гайдарках, на байдарках и каное. Тоже вот он только начал развиваться, его тоже нужно поддерживать. То есть таких видов спорта много. Вообще паралимпийский вот комитет, на который возглавляет Лукин, он бюджетная организация, он только государством финансирует? Нет, ну почему? Там привлекаются и спонсорские деньги. Ну, в бюджете есть строка такая, да? Ну, как есть, видимо, строка? Нет, у нас есть отдел в Министерстве спорта, который финансирует. Который финансирует. То есть, по большому счету, финансирует, конечно, Министерство спорта. Ну, понятно. Ну, а давайте напоследок, в смысле, под конец нашей программы, ну, выйдем, что ли, за рамки спорта. Все-таки мы говорим о людях с ограниченными возможностями, об инвалидах. И жизнь их спортом, ну, не ограничивается, естественно. И вот эта тема, о которой всегда приходится говорить с болью. Да, можно построить базу какую-то там хорошую со всеми условиями для паралимпийцев, но им же еще надо жить. В этой стране у нас обсуждаются, дебатируются вопросы с этими какими-то низкопольными автобусами, которые уже по всему миру, естественно, ездят уже сто лет. Ну, видишь, как поднимают там же коляску. Да, да, и всякие условия там, вот в этом плане. У нас в этом плане, конечно же, беда. Ну, беда, но беда даже не в этом, понимаете, даже не в этом. У нас беда в контроле над выполнением, понимаете. То есть сейчас уже заставляют, сейчас есть механизмы. Решения принимаются правильные. Решения принимаются правильные. Ну, понятно, да. Вот я скажу, вам, может быть, не очень это понравится. Вот вы видели, какой пантус у вас на входе? Заезд. Он ни в какие нормы не подойдет. Это мы просто не можем оценить лично, мы, естественно, мы же не понимаем. Пантус есть, мы это отметили, это приятно. Вот про это и речь. Про это и речь. То есть делаются пантусы, деньги вкладываются. Делаются вещи, которые просто, ну, я не знаю, ни в какие рамки не входят. То есть для этого нужно, чтобы какая-то структура, чтобы прежде чем делать пантус, нужно обязательно посмотреть эти же самые нормативы. Или посоветоваться с колясочником, с каким-нибудь. Как сделать так, чтобы было реально удобно, а не просто по факту, что есть. По факту есть. Понимаете? Вот у нас сейчас в доме, где я живу, как раз вот прошли работы по этому. Вот перед подъездом сделали. Да, теперь они эти вот бордюры так... Да, да, да. Съезды с бордюров сделаны. В общем, много сделали. Тоже как-то не так. В подъезде. Но как сделали? Я же, например, не могу оценить. Есть нормативы. Есть специальные нормативы, где все прописано. Понимаете? Но опять же, то есть на месте все равно это нужно консультироваться с какой-то общественной организацией. Или еще, или просто с конкретным инвалидом, который мы делаем. Потому что это индивидуально. Хоть есть и нормативы, но по нормативам сейчас ничего не делается. Вот в метро. Вот мы сейчас вот ехал, я в метро. Метро у нас не приспособлено вообще. Совершенно вот, да. Совершенно. Метро у нас не приспособлено вообще. Объявляют, помогайте людям. Ну, там совершенно... Я даже не представляю, как. Поскольку я думал о встрече с вами. Да, да, да. Готовился, и поэтому вот ехал и смотрел. И, ну, близко ничего нет. Метро не приспособлено. Конечно, насчет этого проблем много. Но самое главное, что это сейчас начало подниматься везде. В прессе, в телевидении, в радио. Вот вы сейчас этот вопрос задаете, поднимаете. Вы начали задумываться. Это уже очень много. Мы 15 лет задумывались. Я подчеркиваю. Мы давно. Ну, понимаете, да? Просто сделать мы немного ничего не можем. Задумываться можем. Вы уже очень много делаете то, что это озвучиваете. Эту проблему, понимаете? Это очень важно. Я же не зря говорил, что в гостях у нас были все ваши. Тот же спорт инвалидов. Самая большая проблема еще. Вот, допустим, в больших городах уже все знают. А страна-то очень большая. И информации в маленьких городах, там, в поселках, еще где-то по всей России информация просто не доходит. И люди, получившую травму, у них просто этой информации нет. И они не знают, где ее добыть. Даже в интернете. Вот кто не знает, даже в интернете сложно порой найти. То есть они обращаются, звонят, мне спрашивают, как, что, где можно найти. Рассказываешь, показываешь. И уже потом уже люди начинают рассказывать своим друзьям. Информации по-прежнему не хватает. А вы вот сказали, что вы вообще живете в Кемеровской области. А ну сейчас в Москве как депутат в Госдуме живете, да? Но вы вот можете, вот нам как раз вот Дмитрий Носов неделю назад говорил, что он не может во многих вопросах участвовать, потому что он только может, вот как он у нас Красноярского края. Он может только от Кемеровской, что ли, вы не можете глобально решать вопрос. Почему не можем? Мы для этого здесь и работаем, чтобы решать. Ну и рассказывайте, как работаете. Понимаете, чтобы решать глобально. Потому что, допустим, есть комитет по социальной политике. Там решаются вопросы тоже глобальные. То есть вот именно по обеспечению доступной среды, по обеспечению там средствами реабилитации. Я как инвалид на коляске, да, и депутат член комитета по спорту, мне никто не мешает работать и в комитете по социальной политике. То есть я пытаюсь и там тоже, потому что это моя тема. Как раз я пытаюсь и там тоже быть в курсе и там помогать, понимаете, работать. Ну и, конечно же, по спорту инвалидов тоже. Я работаю не только для Кемеровской области, не только для Кемеровской области, а по всей России. Нет, как-то вот он объяснил, что... В смысле, стараться-то вы можете. Ну, повлиять, повлиять. Вы можете... Да, реальная возможность. Ну, на то, чтобы вот условно, я сейчас говорю, на то, чтобы в Москве, в метро что-то сделать. Вы можете вот повлиять или... Нет, мы принимаем федеральные законы, которые не только для Кемеровской области, или для Красноярска, правильно? Ну, удалось что-то сделать? Наша самая главная задача, как парламентариев, это принятие законов, которые вот именно могли бы обеспечить вот эту среду, правильно? Ну, что-нибудь в этом направлении удалось уже? Вы сколько лет, кстати, вот депутат? Год. Уже почти год. Ну, еще года нет, почти год. Ну, что-нибудь удалось уже сделать? Ну, хоть как-то движение идет? Лед тронулся? Ну, подтолкнуть хоть что-то. Нет, движение идет, конечно. Вам нужны конкретные законы? Нет, нет, нет. Вы сказали, да или нет? Нет, ну вот, допустим, мы сейчас начинаем развивать, опять же, паралимпийский спорт, да? Вот паралимпийский спорт, который ближе. То есть мы стараемся развивать вот именно, допустим, ригби на колясках вот сейчас стали развивать, вид спорта. Вот, баскетбол на колясках. То есть это вот как раз... Ну, Олег вот как раз ведь хотел выйти за рамки спорта, вот я понял, что... Да, за рамки спорта? Да, да, вот что вообще просто для инвалидов, ну, кабинет по социальной политике, за рамки спорта что-то для инвалидов, вот что-то удалось конкретное сделать? Ну, Госдуме я так обобщаюсь, что ли, может быть, замучили мы вас приставаниями. Ну, вот сейчас, вот на данный момент, сейчас, допустим, мы работаем над принятием воздушного кодекса. По правкам мы изменяем к воздушному кодексу России. Как раз, потому что сейчас пробел большой, что нету, ну, там нету, скажем так, каких-то критериев, условий, необходимых для перевозки колясочников и инвалидов. Вот, и мы сейчас как раз работаем над этим, то есть, чтобы принять вот эти необходимые поправки, их там много. Это связано не только с колясочками, это со слабовидящимися, там, слепыми. Вот, то есть, ну, там много вообще таких вопросов, как раз, вот мы сейчас над этим работаем, уже принят в первом чтении. Я думаю, до Нового года будет принят во втором чтении. Ну, правильно, вот как я в метро видел, что ничего нет, так же, между прочим, и в аэропорту, и в самолет непонятно как попасть. Вы же иногда слышали, что инвалидов не пускали на самолет, да? Да, вот. На борт. Вот именно вот эти вопросы мы сейчас и пытаемся разрешить, чтобы это было законодательно все, понимаете? Потому что, если есть возможность, где-то есть какая-то лазейка, большие авиакомпании ими пользуются. Естественно, все будут пользоваться всегда любой лазейкой. Да, да, да. Но вот как раз, если опять вернуться к спорту, когда мы говорим, что вот очень важно ездить на соревнования, значит, вот какая-то команда колясочников должна поехать, даже пусть они нашли деньги, и полететь там куда-то на соревнования в другую страну, это же целая история. В самолет попасть в команде, да. С этим самолетом и со всем остальным, ну, понятно. Да, вот у нас, скажем так, большие города еще сейчас на данный момент уже приспособлены, по большому счету. Не хуже, чем за рубежом. Ну, большие аэропорты там, да, 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 Домодедово, Шереметьево. Ну, только их на всю страну попасть в одну руку. Ну, вот, допустим, вот у нас Новокузнецк и Кемерово тоже. То есть это большие города, ну, как большие города, достаточно большие. В принципе, ничего не приспособлено. Я думаю, по всей России это так и есть. Вот этим законом, вот этим, ну, это, новым воздушным кодексом сейчас будут предусматриваться, будут обязывать, будут обязывать, чтобы вот эти приспособления были сделаны. Везде. Везде. В каждом аэропорту. Ну, конечно. В каждом аэропорту, потому что инвалид есть везде. Ну, да, вот вы отсюда домой прилетите и, пожалуйста. Да, да, ну, там на руках носят, там, конечно, выходит из положения, но это неправильно. Ну, да. Должно быть везде нормальный стандарт, правильно? Конечно. Естественно. Ради этого мы вот уже, вот, повторяю, столько лет. Вот, и это не только воздушный кодекс, но это вот сейчас же, опять же, работаем мы над железнодорожными. То есть там есть, допустим, сейчас приспособленные купе, но их очень мало. Их очень мало. То есть элементарно, то есть забраться даже в вагон. Билет не возьмешь, наверное, да. Да, билет очень сложно взять. Ну, конечно, потому что не хватает. Вот эти все перроны, ну, там все, это все очень сложно. Но над этим идется работа, я вам хочу сказать. Ну, работайте вот напоследок, уже у нас все, собственно, время истекло. Мы только можем вам дать какое-то напутствие. Дай вам Бог удачи во всех ваших начинаниях и пусть все будет. Спасибо, спасибо. А мне бы хотелось приглашать, и мы будем рассказывать как раз вот эти проблемы, которые мы поднимаем. Будем, будем. Отслеживать будем. Да. Спасибо, спасибо, дорогие друзья, за внимание. До следующей встречи. До свидания. До свидания. Напоминаем, что у нас в гостях был Сергей Подубный, заслуженный мастер спорта по настольному теннису, депутат Госдумы. Счастливо. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...